Сейчас я вам покажу достаточно интересный отделочный рисунок. Смотрите, он с изнаночной стороны, потому что с лица ничего нет. Это отделка изнанки. Вариант вивинга всего лишь. Смотрите, очень просто делается и как эффектно смотрится. Первое, что мы делаем, это либо выбираем наборную линейку. Так, в том количестве петель, с теми протяжками, вот эта вот длинная достаточно протяжка, здесь 5 петель, как нам удобно. Можно делать 6, можно 7, можно 8, как угодно, просто протяжка будет больше. Вот эти 3 петельки можно не оформлять, это вольный рисунок, то есть я показываю вот так, вы можете делать как угодно. Принцип. Главное понять принцип. И чтобы у нас этот рисунок был один под другим, если вы хотите несколько таких полосочек сделать. Оформляем, отмечаем начало рисунка на машине. пластырем, полосочкой, мелом, что угодно, что у вас рисуют, чтобы не сбиться. Вот я отметила эту петельку, вот она идет, я уже не собьюсь, мне не надо будет постоянно ее искать. с наборной линейкой или руками. Отмечаем иголки, которые у меня должны, так, здесь одна иголка, так, здесь 5, и так вот они, там здесь 5, 2, 3, 4, 5, и одна, не отметила еще одну, ну ладно. Вот. Принцип. Под теми иглами, которые у меня стоят в рабочем положении, игла подходят под ними. Те, которые стоят в переднем рабочем положении, над ними. Для того, чтобы у меня под иголочку зашла отделочная нить. Смотрите, над, под рабочими, над, под, поскольку я не буду провязывать эту нить, мне без разницы, как она ляжет. То есть, я навязываю, мне вообще все равно, как она ляжет. На вязание это не скажется никак. Все. Отметила. Иголочки в рабочее положение. Нить может быть любого качества, любой толщины, любого натяжения. Здесь на вязание это не отразится. Вяжет это любая машина, один ряд. Те же самые иголки выдвигаю вперед, которые у меня. Те же самые, которые были. И делаю все то же самое. Под ними провожу, для того, чтобы у меня были длинные протяжки. Вот эти иголочки, они просто вот цепляют на себя нить, не дают ей убегать. Ставлю все это в рабочее положение. Второй ряд. Опять те же самые иголки. Те же самые. Их хорошо видно. Если у вас нет наборной линейки, вы не ошибетесь. И провязываю еще раз. Такое количество этих провязок может быть абсолютно любой. Тогда у вас просто будет здесь более насыщенный такой рисунок. Так. Ставлю все это в работу. Один ряд. Это уже три. Так. Раз. Два. Три. Еще раз. Ну, четыре-пять. Меньше. Можно меньше, можно больше. Все зависит от того, какая у вас пряжа. Что вы хотите этим получить. Вот этим вот таким рисунком. Так. Четыре. 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 Те же самые. Все то же самое. Пять. Делаем это в каждом ряду. Но поскольку так вязать все изделие нам тяжеловато, отделку можно и осилить. Пять. Теперь беру деккер, среднюю иголочку из пяти. И насаживаю эти пять накидок на эту иголочку. Средняя. И насаживаю. Если у вас две средних иглы, то есть четное количество, насаживайте на две. Если одна, то лучше на одну. На одну интереснее смотрится. Больше, видите, просто больше тянуть будет. Ставим все это в рабочее положение. И вяжем. Смотрите, какое чудо у нас получается. Все очень просто и очень эффектно. Вот такой отделочкой можно отделать край. Можно пустить бортик, можно по бороду отделать. Видите, на самом деле ничего сложного. Но зато как красиво получается. Рапорта у этого рисунка нет. Он совершенно вольный. Количество игол, количество вот этих перемычек, количество иголок в протяжках. И количество самих протяжек может быть абсолютно любое. Я показываю просто принцип вязания, что вот так вот можно очень просто это сделать. ТакSC? Подписывайтесь на мой канал. Дэн у меня! У нас одна! Продолжение следует...